В преддверии большого праздника правительства Ульяновской области руководители муниципалитетов совместно с жителями готовят массу мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Губернатор Сергей Морозов лично контролирует процесс подготовки, при этом отмечая важность этого священного праздника. Все недочеты, которые возникнут в этом году при проведении разных мероприятий, в том числе праздничных, должны быть учтены и в последующем устранены. Конечно, в любом случае лучше, чтобы этих недочетов не было. А для этого нам с вами, уважаемые коллеги, необходимо понять, что День Победы – это далеко не один день в году. И работа по его достойному празднованию должна вестись постоянно. В области круглый год ведется работа с ветеранами войны. С каждым годом людей, воевавших за нашу свободу, становится все меньше. Сегодня в регионе осталось менее тысячи основных участников боевых действий. Именно о них мы говорим в первую очередь. На сегодняшний день, по информации от муниципальных образований, 100% проведено социальное обследование условий проживания тех людей, о которых мы в первую очередь должны заботиться. Есть варианты вещевой помощи, надобного обслуживания и обеспечения топливом. Отдельный вопрос, если кому-то нужно помочь по газификации, другие виды помощи, и по ремонту жилья, и, конечно, оздоровление ветеранов. Вместе с этим в праздничные дни вспоминают и о тех, кого уже нет с нами. Так, ставшей уже традиционной 9 мая, пройдет акция «Бессмертный полк». Тысячи ульяновцев выстроятся в колонну и, держа в руках портреты родных и близких, участвовавших в военных действиях, пройдут по главным улицам города. В память о погибших героях и ветеранов войны. В этом году среди портретов погибших ветеранов будут и медицинские работники, работавшие на фронте. 220 врачей, медсестры, врачи погибли во время Великой Часть войны с нашей области, а их нигде нет. И вносят предложения, мы их нашли по книге памяти, но фотографий, конечно, нет. Мы без фотографий организуем такие типа фотографии с фамилией и сказать, что он, фронтовой врач, фронтовая медсестра, помогали нашим солдатам выжить в этих боях. Сегодня Ульяновская область на завершающем этапе подготовки празднования Дня Победы. Уже проведены и продолжают проводиться различные акции. Например, акция «Георгиевская ленточка», «Солдатский треугольник». Всего запланировано более полутора тысяч мероприятий. Предполагается, что в этих мероприятиях примут участие более двух миллионов человек. В течение этого периода на всех площадях, в парках, скверах, домах культуры, библиотеках, городских и сельских, пройдут церемонии возложения гирлянд памяти, централизованные концертные программы, шествия народные, гуляния, участие тружеников тыла, ветеранов. Большая работа проводится и с молодежью. В образовательных учреждениях области стартовали акция «Улица Героев», «Дом со звездой» и «Поезд Победы». Учащиеся Архангельской школы приняли участие в проекте «Дом со звездой». Ребята сами изготовили звезды, которые займут почетное место на фасадах домов участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Работа ведется целый учебный год, начиная с сентября. Очень активная работа в Тимурском движении. Не остается ни один участник войны без внимания. Мы стараемся их очень часто посещать, помогать им. Рабочие группы по разным направлениям продолжат подготовку к празднованию Дня Победы вплоть до 9 мая. Каждый день организаторы прикладывают немалые усилия, чтобы празднование прошло на достойном уровне. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова